а значит сегодня мы будем рассматривать уже натюрморты которые мы делали на живописи то есть это первый курс помогает вектории все так же в парке значит в начале года мы с самого начала без всяких геометрических фигур перешли сразу к посуде фруктам и прочему и всегда мы начинали именно с черно-белых чтобы лучше показать соотношение теней и полутонов это натюрморт мне нравится уже чуть больше за счет того что у нас уже все в цвете соотношение цветов их взаимодействия друг друга как это отражается на разных текстурах глянцевых матовых но почти весь первый курс мы прорисовали акварелью и только со второго мы будем переходить на гуашь по акварели всегда легче показать глянец потому что она более прозрачная сама по себе но мне всегда больше нравилось рисовать все таки более густыми красками в этом очередном натюрморту все еще акварели значит это был все еще первый курс мне очень нравится как получились блики на красной базе и вот этой кружки они такие прямо реалистичные я помню я долго гордилась собой даже до сих пор нахожу это чем-то эпогейным вот этот натюрморт я помню он очень красивый в нем очень красиво сочетание цветов которые так и не смогла нормально передать но весь поток и вся наша группа полюбил от натюрморт он нам казался жутко красивым все эти сочетания вот это вот странная ваза странная гипсовая штука я не знаю что это тоже ваза или бутылка но всем жутко нравился этот натюрморт это последний натюрморт в акварели он такой деревенский лучок медорка все как надо он меня слегка обрезанный бумага видно что меньше по размеру потому что там было очень много лишний как-то не нравилось я хочу вообще на кухню повесить в скором времени так значит это у нас самый первый натюрморт который мы делали в гуаше и как и в любом начале года мы делаем его именно черно-белым чтобы вспомнить отношение полутонов и теней мне очень нравится складочка от ручки сковородки здесь в остальном это самый обычный натюрморт со сковородкой но сковородка хорошая мне нравится сковородка значит в дальнейшем мы продолжили рисовать гуашью что и делаем до сих пор на четвертом курсе у нас продолжить именно гуашь это достаточно упрощенный натюрморт то есть тут мало предметов очень насыщенная композиция то есть упрощенная для самого начала но мне нравится то как здесь получились получилось передать цвета и вот эта корыта так значит далее следовало вот такой натюрморт у него очень интересные цвета в какой-то более-менее одной гамме но у меня здесь плохо получились бейки за что мне тогда снизили балл на этом натюрморте и он не оставляет меня довольны собой а значит далее мы продолжили рисовать натюрморты но так как у меня направление дпи декоративно прикладное искусство то есть из обычного натюрморта академического в дальнейшем мы перешли к рисованию именно декоративного натюрморта это означает что мы преображаем любой предмет в какие-либо фигуры делаем во стилизованным как бы вот здесь мы разбиваем все на грани это не очень у меня хорошо получается в основном это видно только на драпировке переднего плана может быть чуть-чуть на яблоке далее следовал вот такой натюрморт со стилизацией восточного клона наверное это за счет рисунка вазы и драпировки которые находятся на заднем плане очень яркий он понравился буквально всей группе когда мы его рисовали далее у нас начался еще один новый учебный год и мы снова вернулись к черно-белым полутонам ну как бы как напоминалка в начале учебного года чтобы вспомнить как это все происходит здесь мне очень понравился чайник он прям такой насыщенный на блики полутона за счет того что у него было очень много глянцевых граней он прям тут сразу бросается в глаза в остальном же в общем все остальное не оставляет меня в хорошем расположении далее следовал такой натюрморт на нем мы продолжаем постигать декоративную живопись но можно заметить что мне она дается не так легко и и не так видно потому что у меня наполовину реалистичная наполовину декоративная получается этот натюрморт уже относится к песену курсу но мне не нравится так как он достаточно блеклый у него и драпировка и ваза и чайник очень близки по тону и по цвету за счет этого он не очень контрастный не так бросается глаза как например восточный натюрморт который мне очень нравится после того как мы рисовали именно художественный академический натюрморт мы перешли к тому чтобы его стилизовать сначала мы делали это в карандаше а потом краска чтобы получился уже вот такой натюрморт он достаточно декоративный именно за счет очень четких граней я использовала цвета который на цветовом круге находится в самых контрастных положениях это голубой и оранжевый и мне всегда нравилось сочетание этих двух цветов поэтому я остановилась на них когда выбирала как не стилизовать по поводу этого натюрморта могу сказать что здесь мне очень сильно помог педагог особенно прорисовать розочки они у меня долго не получались наш замечательный преподаватель которого я в тайне называю алешка вместо алексей александрович он просто подходит и за две минуты тебе делает из твоего непонятного что-то прям ну прям конфетку далее мы снова стилизовали этот натюрморт с помощью граней цветов как я выбирал между вот этим и вот этим это мы уже приближаемся к концу именно вот такой стилизации далее они у нас будут немного иными затем мы перешли к стилизации уже контуром то есть мы его очень сильно выделяли самое интересное что мы сначала не покрывали именно красками а сначала шел контур прорисовываешь карандашом контуры затем краски хотя мне всегда казалось логичнее делать наоборот наш преподаватель настоял я до сих пор не понимаю зачем мы сделали именно так в дальнейшем стилизация заключалась в том что мы уже сами выбираем каким цветом нам делать контур то есть кто-то взял синий красный я выбрала зеленый потому что я люблю зеленый цвет и мне нравится еще здесь яблочко и чайник это натюрморт у нас последний а на третьем курсе а значит на данный момент в этом выпуске завершающий для стилизации в нем я выбрала контур голубого даже не голубого а именно бирюзового цвета мне кажется очень красиво оттеняет предметы и в целом мне нравится но на самом деле сама по себе композиция здесь очень упрощенная а я на этом заканчиваю большое спасибо за просмотр если вам понравилось это видео подписывайтесь ставьте лайки всем пока до новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok